Дозволены ли в исламе сайты знакомств? На сайтах тоже супругов ищут, да, потому что иной раз человек не знает, где еще ему найти супругу. И некоторые находят и живут счастливо. Вот было бы хорошо, если бы в мечетях была какая-то общая база данных с анкетами мусульман. Братья, если у кого время есть для этого, пожалуйста, займитесь. Вот, например, мечети, предоставляющие ритуальные услуги. Там весь спектр услуг от А до Я. Там и омовение тела покойного, и подбор места на кладбище, выдача сертификата, чтение похоронного намаза, похороны и все эти услуги в одном пакете. Ну вот, и в плане Никахов должна быть такая же система. Приходишь, заполняешь подробную анкету, они знают, кто твой махрам, контакты его есть и базы данных, сообщающиеся между мечетями. Ты указываешь критерии, такой-то возраст, внешность, еще что-то. Они смотрят по общей базе, подбирают тебе. Причисто Аллах, от этого ведь еще и мечети станут дружнее. А нам это нужно. И будет один общий сайт. И нужно, чтоб люди непосредственно встречались, а не просто сидели, переписывались. Если хочешь встретиться с какой-то девушкой, ее махраму звони, или сразу иди к нему, к отцу, например, и пусть люди решают. Мечеть не вмешивается. Ее задача совести двух людей, мужчину и махрама женщины. Дочь этого, сын этого. Больше никаких вопросов. Заинтересовались, идете и встречаетесь. А из-за того, что у нас этого нет, люди вынуждены идти на сайты знакомств. Но многие из них не регулируются нормами ислама. Переписываться наедине с сестрой не разрешается. Ты должен пойти к ее махраму. Да воздаст Аллах благам.